Всем салам алейкум и добрый день! Мы находимся на 33 водопадах. Встретили нашего... С Казбеком подъехали в очередной раз сюда, полюбились нам эти места. И встретили здесь нашего земляка Володю Пшенокова, который здесь находится уже на протяжении... Скольких лет, Володя? Около 20. Работаешь здесь, параллельно ты также работаешь еще в Абхазии, как я слышал. Но об этом чуть позже. Володя, скажи, пожалуйста, как называется это место? Жигож. Сам объект рекреационный, 33 водопада. 33 водопада, да. А так вообще, этот Жигож, здесь издевали свадьбы, игрищи, проводились все. Внизу там площадка такая, она удобная, как бы. Ну, это уже давно-давно еще с давних времен, в общем, как бы. Это земля шапсугов, да? И недалеко расположен аул Большой Кичмай. Большой и через речку Мао Кичмай. У тебя здесь свой небольшой бизнес, магазинчик. Киоск сувенирный. Сувенирный киоск и кафе Убых. Почему Убых? Ну, автохтура. Нравится тебе это? Потому что... Ясно. Давай подойдем, посмотрим. Казбек уже здесь что-то рассматривает. Казик, что ты там нашел интересного? Знаменитый адыдит черкесы в истории России Кабарды. Понятно. Тут у нас полное собрание, да? Полное сочинение знаменитости. Тут с другой стороны написано, что перечислено. Которая во Франции есть? Хагундокова или Месхан знаменитая? Чего пора. Ну, это она более современный вариант. Да, вот мы видим здесь книги. Книги. Кому интересно, здесь тематика адыгская, черкесская. Ну, в основном я здесь Западный Кавказ. Западный Кавказ. Западный Кавказ, в основном, да. Шапсуги, да, в основном? Не только Шапсуги. Я же не беру сегодняшний день. Но сегодняшний день тоже, вот, например, Малая Шапсуги. Ага. Половинкина недавно. Тамара Половинкина. Да, вот недавно этот материал был издан. Здесь формирование самого Шапсугиского района. Как сформировался и как потом был потерян этот район. Подробно, да? Да, подробно. Архивные материалы. Ну, труд такой. Половинкина, да. Очень хорошо поработал. Изыскание архивное. Тут, ну, много что есть. Ее личный архив. Как бы, вот такие вот по-западному Кавказу. Вот Лапинский у нас идет. Тарнау идет. Тарнау, кстати, записки офицера, более, меньше материала, чем вот именно вот это. Здание. Это все правдоподобное, да? Конечно. Тарнау серьезного материала. Мы видим здесь такой вот хостюм. Хостюм традиционный, это, скажем, ну, головной убор такой. С выемкой наверху вот такой. Он более такой был уже в Кавказскую войну. Как один заметил, говорит, если захотят подстрелить, говорит, сделали обманку. Я точно не знаю, для чего это делалось, но смотрится так, ну, со стороны неплохо. Вполне возможно, да. Да, вот такой традиционный кинжал боевой под кинжальником. Под кинжальником. Да. Ну, кованы, как положено все. Это выходной костюмчик такой на праздник, на свадьбу. Ну, местные люди просто не понимают, местные, говорю, отдыхающие, многие вообще никакой разницы не видят между сувенирным таким кинжалом и вот боевым. Поэтому я вот два кинжала тут повесил. Один в Дамаск, но они в серебре оба, под кинжальными ножами. Чтоб видели разницу. Просто хочется, чтобы люди немного по-настоящему хотя бы мнение унесли отсюда. Ну, да, да. Как бы... Ну, ты объяснишь все, если надо будет. Конечно, я для этого... По образованию ты историк, ты прекрасно ориентируешься, знаком с этой темой. Я заканчивал наш Кабрино-Балкарский университет. Как бы... Это вот Берхамов недавно передавал через Руслана Бердега сюда. Мухаммед передавал, да? Мухаммед передавал там для шапсугов, шапочки вот такие, там, традиционные. И сюда нам подарок тоже сделал. Огромное спасибо вам. Понятно. В общем, имейте в виду... Так, давайте перейдем, наверное, ближе к кафе уже. Чебуреки с адыгейским сыром с мясом. А как мои друзья говорят, название убых и чебуреки, говорят, конечно, сочетание такое интересное. Я говорю, это... Старина с настоящего. Да, как бы... Симбиоз. Сложно что-то удержать или построить без социальной, скажем... Здесь у вас блюда национальной кухни. Не только адыгской, черкесской, камбардинской, осетинские есть, значит, пироги, да? Грузины здесь, качапури, да? Хычины, балкарские, да? Да, хорошие, балкарские. Многие балкарские, кстати, 5 баллов получали. А, были, ели и оценили по достоинству, да? Кофе на песке. Кофе на песке, пожалуйста, да. Кофе на песке. В Бады и Кавказе, да. Кто-то спорит, что это татарское блюдо. Шапчак. Ну, знаете, кабардинский хворост, там, чачак-чак. Я не знаю, что оттуда сюда пришло. И от нас к ним пришло, потому что все не исключено. Насколько наши были мобильные, контактировали с другими регионами, и с генуэзами, и с Византией, и с Османской империей. Мы просто, да, говорим то, что... Поэтому, где что, это, пускай, как говорится, разбираются уже другие. Да, кто хочет в этом разобраться, я честно говоря. Так, Володя, это ваш, значит, этно-кафе, да? Да, это наш. Здесь ты работаешь вместе с супругой. Да, с детьми, это наша семья. Дети тоже вам помогают. Да. Кстати, о детях. Вот вы здесь уже долгое время, можно сказать, живете, стали чуть ли не своими для... Кем ты себя ощущаешь? Можно ли сказать, что ты стал своим среди своих, или ты чужой среди своих? Я вот так вопрос поставлю. Можешь не отвечать, если не хочешь. Ну, как сказать, я, например, лично я, и даже это переходит и к моим детям такое состояние, мы среди своих, своими седачами. Здесь многие, даже, ну, вроде бы свой, но он не свой. Для меня понятие свой-чужой, как бы такое, скажем, ну, знаете, это... С кем-то другим, с кем-то нет, я думаю, так. Например, объяснить, а с кем-то дружит, с кем-то не дружит. Ну, круг общения, смотря какое, невозможно для всех быть там... Даже у нас, у нас невозможно быть своим среди своих, или... В Кабарде, там, или в Майкопе. Я и Майкопе четыре года работал на Лаганаке, в горах. Знаете, мне там, бывший атаман Абширонского района, дядь Леша, наверное, никто из адыгов так не помог бы, как... Как он, да? Он в своё время помогал. Поэтому, ну, где свои, где чужие, это такой литерический вопрос. Понятно. Язык, когда ты сюда приехал, впервые попал, ты понимал шапсукский диалект? Ну, вот, как мой сейчас сын говорит, он в Кичмайскую школу ходит. Они изучают литературный адыгейский язык. У них книги и всё, с Майкопов все ходят. Литературный адыгейский на основе Тимиргоевского, по-моему, диалекта, да? Да, ну, у них вот такая идёт трактовка, изучение идёт. И твой сын изучает? Не адыгейский, а адыгейский, потому что республика адыгей. Ну, это да, 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 чтобы там не придирались уже. В комментариях вы говорите адыгейский. Да, вот этого не было. В общем, он, ну, владея кабардинским языком, вот он, ну, он здесь практически вырос, скажем так, с детства. И поэтому много друзей у него, шапсугов, они спокойно между собой разговаривают. И вот сейчас грамматика его просто пошёл. Он говорит, вот теперь я сейчас начинаю понимать, говорит. В каком классе он сейчас? В седьмой классе. Он говорит, вот сейчас начинаю понимать, на самом деле, как у нас языки, ну, универсальны и свободно, можно просто овладея грамматикой, уже понимать на 85%. На базе кабардинского родного, кабардино-черкесского, будем ещё точнее говорить, которым он свободно владеет, да? Да, да. И он свободно сейчас уже практически свободно говорит... Да, после изучения грамматики. Вот в год он изучал грамматику, он в прошлом году тоже у них родной язык был. Вот после этого он уже начинает, ну, как бы, он говорит, да, никаких проблем. Никаких... Ну, дети, они быстро улавливают, схватывают всё, на лету. Конечно, да. И если ещё подкрепляется, что в доме говорят... Да, да. А вы в доме говорите на родном языке? Стараемся. Ну, да. Да, стараемся. Так, сын, значит, ходит в школу. У тебя, насколько я знаю, ещё две дочери. Где они, в чём они живут? Возможности, по мере возможности. Да, да. Я недавно только старшую, даже до моря, мальчика, отвёз. Там... Скажи, Володя, когда ты открывал это кафе, были ли какие-то трудности, препятствия? Я имею в виду, быстро получилось всё так, или всё-таки какие-то сложности ещё возникали? Всё получалось, скажем, как... Не просто, но, среди чужих, или среди чужих, или среди своих, вот этот вопрос. Благодаря, честно говоря, достаточно двух-трёх человек, близких друзей, которые просто... Ихняя помощь будет эффективнее, чем 100 друзей, которые болтовнятом чья-то. Понятно. Как бы, ну, я думаю, шёл я к этому долго, но когда уже... Это была твоя задумка, идея, всё, там... Да, это 2000-го года я хотел... Или кто-то тебе подсказал, может быть? Нет, я как бы немножко жилка есть в этом плане. Понятно, понятно. Ну, 2000-го года я вот там внизу торговал, там, и потихоньку поднимался сюда, и вот уже вот здесь, возле кассы на водопаде стою. Как бы торгую. Ну, у тебя место блатное, так скажем. Ну, здесь, изначально, это армянин держал. Армянин держал, он единственный здесь, среди шапсугов, он единственный армянин держал, это кафе. Так бы, и вот мой близкий друг мне тогда помог, и этот армянин тоже, ну, на встречу пошёл. В общем, там всё так... Удачно сложилось всё обстоятельство. Да, слава богу, так получилось, и то, что в долг брал деньги, отдал. Да, и насколько я знаю, мы с тобой говорили не раз на эту тему, ты также проводишь время в Абхазии, где ты работаешь. Чем ты там занимаешься, можешь сказать? Ну, в Абхазии я... У тебя проект, по-моему, какой-то, да? Я являюсь помощником, руководителя министерства, бывшего министерства полипатриата, сейчас это просто комитет полипатриата и демографии республики Абхазия. Я являюсь помощником, как бы, ну, направление, прямой приоритет, это возвращение соотечественников на историческую родину, как бы, фонд существует свой у комитета, пополняемый из налогов, налогоплательщиков в республике Абхазия граждан. Ну, такая работа интересная, конечно, работа, но если для человека, который, скажем, этим немного болеет или же чувство ответственности имеет, он всегда будет чувствовать, что он чего-то не доделал, чего-то не хватает. Ну, и не доделали, и не хватает на самом деле, потому что сегодня острые вопросы стоят в Абхазии по недвижимости, по той же репатриации, поэтому, ну, не знаю. Ну, в любом случае, это благое дело, то, что вы чем занимаетесь. Конечно, благое дело, если идти по правильному пути, а если просто, как говорят, коррупция и другие схемы, которые человека просто уводят от всего хорошего и приводят все равно в одно и то же тупиковое место, конечно, там уже не будет. Давай поближе, наверное. Давайте, пожалуйста, пройдем. Так, Казик куда убежал он? Казбек. Казбек, красавец. Так, ладно. Так, что мы здесь сегодня видим? Супруга Володи, Оксана, приготовила нам чисто адыгский такой стол. Анна, тут стоит стол на трех ножках. Да, это чтобы здесь усиленная конструкция, чтобы отдыхающие просто не разнесли их. Можно, ага. Бывает такое, да? Они не понимают, с какой стороны его ставят, где операция, где присадятся, падают, переворачиваются. Тут столы переворачиваются. Ну, в общем, как могли. Можно два слова супругу, если она... Оксана, ты дети? Оксана стесняется, но... Казбек, ты куда потерялся? Речку посмотрим. Речку потом покушешь. Там водопад, мощная вода идет, а там речь. Посмотри, что нам приготовила супруга Володи. Что это за блюдо? Ты знаешь, ты ж знаток блюд местных. Мясо с этим. Оксана, что ты нам приготовила? Кипжидлибш. Кипжидлибш это на шапсукском, да? Кипжидлибш, да. Кипжидлибш, да. Так, у адыгов стол без пасты не обходится. Настоящая паста. Мамалыга. Да, хочешь мамалыга, хочешь паста. Какая разница? Это основной кукуруза, пшена. Разное пшено. Или пшено, или кукуруза. В этом разница. Например, культура кукурузы в Кабарде уже немного отошла, если так по большому счету. В основном в пшенах делается. Здесь, в Абхазии, строго кукуруза. Кукуруза, да? Да, оно на самом деле у того и того блюда. Плюс здесь, кажется, и то и другое, Оксана Жмакал. Скажите, ты тут нам приготовила? Это секрет, скажи, да? Нартуф паста и... Нартуф паста, кукурузная. Все, вот теперь мы поняли. Видим знакомые лица. Илона Жилова, бывшая мисс КБР. Узнал ее, скажи? Да. Илона Жилова. Здесь портрет знаменитых... Аква. Да. Берзек наш. Берзек знаменитый. Это... Просто... Рулья такие, ну... Конечно, не из Кавказской серии. Ну, период примерно... Кавказской войны, да, Кремниевой. Там второй этаж, да, еще? Давай поднимемся, посмотрим. Да, второй этаж. Ну, он в стадии еще, да, пока? Ну, не достроен еще, так. Не дополнительно. Потихоньку, потихоньку. В стадии. Да. Не всегда получается. Так, как обычно. Ну, шикарные виды. Шикарнейшие виды. Вот там вот мы видим... А вот отсюда водопады видны? Отсюда видны водопады, да. Да, водопады, да. Ага. Начало. Там действительно 33 водопада, Володя. Я попробовал посчитать, у меня не получилось. Не получилось. Я зашел, потом начинаются дебри, по которых в тапочках не пройдешь, там надо или сапоги, или... Ну, далеко наверх поднимаешь, да, далеко. Часа четыре, три с половиной. Точно. Я очень долго, часа два я поднимался. И плюс тому, что можно еще нарваться на кого-нибудь. На медведя, например. На медведя я, друзья, выйду без испуга. А вот знаменитая картина, ну, баннер Гагарина, да? Это Гагарин. Несколько слов, пожалуйста. Знаешь, это... Для кого-то просто это, скажем, исторические личности на определенном, скажем, месте. Вот нам видно вроде бы ущелье или вот Кавказский хребет, вот горы, дерево большое. Ну, это, соответственно, по Гагарину некоторых героев он написал, там, Алва, Ростов, там, Мац, там... В общем, ну... Почему я ее сюда повесил? Честно говоря, официальное название – это «Сход черкесских князей». Ага. Это официально название, да, да? Да, у Гагарина. Почему повесил? Ну, повесил, потому что я... Я вижу вот, ну, как бы, сам сход, сам процесс схода, именно сход для решения какого-нибудь вопроса. Вообще хорошее мероприятие, когда люди собираются по-хорошему и хотят что-то решить. И здесь мы даже видим люди с разных, скажем, статусов и полей. Кто-то с полей боевых, кто-то, скажем, по-черкесски, вот по одежде видно, вот эти драные вот эти вот это все. Побывал в бою вот где-то. Побывал в боев живыми. И они, когда у них газыри заканчивались, патронташивали, они просто уже рвали на себе одежду и забивали кремниевые ружья, как пыжи делали из своей ткани одежды. И вот эти люди, и вот эти люди, вот даже вот, насколько это разные люди по одежде, да, можно понять. А что за погоны, вот погоны? Ну, это имперские погоны. Имперские погоны. Здесь некоторые люди просто пришли, скажем, переубедить, кто-то кого-то переубеждал. Возможно, да? Да, возможно. Ну, знаете, вот такого прям описания, конкретики нету. Если даже есть, ну, вот я лично на такие вещи смотрю так. Если есть даже конкретика, после Фадеева, Карамзина, которые, ну, нашу историю вроде бы выравнивали, но какие-то моменты они переделывали. То есть, ну, манипуляция какими-то процессами, теми же описаниями, там, как источники, насколько это источник. Это целая история историографии. Там, чтобы поставить точку, надо хорошо сделать мониторинг, анализ, там, логистику понять, что вообще происходило здесь. Поэтому, на самом деле, сложно. Ну, для меня это символически, то, что люди собираются, решают. Сегодня они тоже самое решают. Даже ту же самую Абхазию взять. Есть люди, вот несколько человек, которые пытались, как бы, основных, основную массу перевести. Но, знаете, как ты можешь перевести, например, корова не будет пастись на крутых спусках. Она, ну, не козёл. Если ты создан коровой, ты будешь коровой. Или тот же орёл не будет никогда панорам подземным, как у род. Ну, у каждого своё предназначение. Наши предки, поэтому, сильно, мне кажется, вот, и бились за эту землю, что они были настолько простые, что им, они очень любили эту землю. Для них каждый кустик, это был, ну, как брат, как сестра, они всё ценили. Сейчас ценности совсем другие. Сейчас, да, всё поменялось, конечно. И вот так договориться не могут, ну, здесь тоже не было договоренности. Судя по тому, в какой ситуации оказался народ западного Кавказа автостонный. Договор, договор не получился. Сегодня вот в Абхазии то же самое, почему я говорю, вот, даже, к примеру, с Абхазием. Вот люди, которые и не нужны им погоны, не нужны им серебряные кинжалы. Достаточно в ободранных стоять в черкесках, но быть свободными. Вот в Абхазии есть такие люди сегодня, которые вот в таких погонах стоят, но они хотят всё, чтобы у них было, но лишиться там свободы чего-нибудь такого. А есть люди, которые просто видят это всё второстепенным, а не первостепенным. Поэтому они за свободу, за то, чтобы страна принадлежала народу. Как бы так. Володя, вот мы здесь, я вот что заметил, смотрю на газыри, да? Да. В классическом варианте 8 газырей используются, ну, как бы вот на каждой стороне груди, а тут их много. Ну, видимо, это было во время боевых действий, да? Как-то увеличилось. Ну, я так предполагаю, я тоже не могу утверждать всё. Правильно сказал. Фороха больше витаминов. Правильно сказал насчёт предположения. Газырия, форма газырея могла быть вот такой, вот такой, двухсторонний, там, сколько угодно. Классический, это, знаете, это так, ансамблей. Вот у них есть. Урезанном виде, да, мы можем, например, для хореографии, там, поставить там 7 или 8, и уже всё, там, весь ансамбль 8 штук. Здесь никак не могло быть столько определённо. Так как, ну, каждый воин знал, ну, здесь были люди, которые придирали вообще огнестрельное оружие. Угу. Были люди до последнего, ну, кто с лугами, вот, ну, ходили до конца. Поэтому... Понятно. Ну, разновидности. Говоря классический вариант, я не имел в виду ансамбли. Вот, глядя на старые фотографии, как бы, ну, не как бы, вот, 8 газырей с одной и с другой стороны. Здесь, наверное, уже в период боевых действий количество увеличивалось. Ну, чтобы пороха больше с собой был, чтобы больше патронов было. Да, да, да. Володя, завершаем наш сегодняшний интереснейший газик. Интересно же было? Очень, да. Нам, во-первых, очень приятно встретить здесь земляка, пообщаться с ним, увидеть наши национальные блюда. Это было очень приятно. В конце этого ролика, может быть, тебе что-то хочется добавить, я не знаю, что-то чем-то поделиться. Ну, хочется, да, поделиться. Может быть, я забыл что-то у тебя спросить, вопрос задать, на который тебе было бы интересно. Хочется поделиться, да, такой вещью, как, вот, например, если вы заметили там книги, в основном по Западному Кавказу у меня. Да. В киоске. Почему? Это не значит, что меня общая абхазо-адыгская история не интересует, и я не хотел бы и ознакомиться, чтобы ознакомились на экскурсионном маршруте отдыхающем. Нет. Просто есть такое понятие, как та масса населения, которая проживает более укрепленных, скажем, населением автохтонным, она будет отстаивать свои позиции. То есть в Кабардино-Балкарии кабардинцев, адыгов намного больше в процентном соотношении, чем, скажем, на Западном Кавказе, чем в Адыгее, чем в Карачаево-Черкесии, чем даже в Абхазии, в независимом государстве Абхазии, Абхазов, всех вместе взяты. Поэтому в Кабардино-Балкарии всегда будет хватать этого потенциала. Сегодня кто-то пришел, завтра ушел, там, ну, само отношение и то, что люди будут в любом случае нести свою культуру, а они будут ее нести, хоть там какие-то запреты будут действовать, там даже элементарно это 21 мая, там, кто-то хочет, чтобы проводили, кто-то не хочет. Люди простые хотят, взяли, вышли. Не по-плохи так по тротуару. Запретят по тротуару, они просто могут онлайн выйти каждый. Сейчас креативно можно на все смотреть, современное, там, онлайн-шествие устроить, траурное, там, не знаю. Ну, это не остановишь. Мне невозможно запретить все абсолютно. Абсолютно верно. Это не надо останавливать такими тем, ну, такой, ну, метод, формой. Есть намного больше прогрессивных, конструктивных методов, чтобы это было эффективно. Не для того, чтобы остановить, а для того, чтобы это все было в людях правильно смотрелось. Ничего плохого в этом нет. Человек, если себя будет уважать, только потом он других начнет уважать. Нет другой формы. То же самое, когда, вот, например, любой шапсук говорит про кабардинца там, или про абхазца, или кабардинец про шапсуга, или абхаз про бессланеевца. Когда у них дурная мысль появляется в голове, никогда не будет хорошего ничего этого на выходе. Надо всегда научить людей, учить тому, чтобы они друг от других хорошего просто изначально уже были мнения. А дальше, да, там, кто-то плохо подошву прибил, сапожник, кто-то двигатель плохо отремонтировал. Это уже все другое, десятостепенное. Нам надо научиться, в первую очередь, в обществе нормально себя вести. Больше внимания уделять себе, своей ауре, своей чистоте, и потом уже мы будем чистый, ну, как ты, сам грязный, кого ты чистым сделаешь. То же самое и по книгам. Очень многие обращаются, многие сейчас приезжают сюда по интернету, читают, потом смотрят, о, там, и поеду на 303 водопада, там шапсуги живут. А люди, многие экскурсоводы вообще ничего не понимают, что происходит. Вот в прямом смысле не понимают. Ну, от себя те нанесут просто. Да, у них даже советские, даже советские методические материалы не используют. Здесь у меня много было таких, ну, конфликтов там, ну, я объяснял. Я говорю, вы что творите? Говорю, человек приехал в интернете 15 минут, и он уже более будет вооружен, ну, знанием, чем быть. У вас подачи информации полностью отсутствует. Сделайте какой-то, чтобы человек понимал, что он эту харизму кавказскую, там, адыгтскую, чтобы он подчеркнул, уехал отсюда. Ноль. Поэтому приходят вот книги, и люди благодарны на это, когда они встречают эту информацию, книгу. Плакарда Шенкубы, там, Тарнау, там, ну, в руках держат эти книги. Они понимают, что на самом деле здесь совсем-совсем по-другому делать ключом и жить. И понимание было, и кто-то хотел быть с империей, кто-то хотел быть против империи, кто-то хотел просто остаться живым и со всеми, и с теми, и с теми. Ну, как и сегодняшний день. Это было, есть и будет. Но конструктивный диалог нужно вести. Да, 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 совершенно верно, совершенно верно, как многие говорили, когда, этот, оба на диаспору, когда вот это все, вся эта шла, махина, она несколько этапов проходила, и некоторые вот из историков, именно вот старых историков, которые знали и фамилию, и путь моих предков знали, там, сталкивались, там, мой родственник Абдул Пшеноков, вот он возглавлял, последовательский институт наш, потом Абдул Пшеноков, он фольклористом был, кто, а старые уже наши историки, они на самом деле все это знают, с кем я только не разговариваю, они говорят, ты на правильном пути, но правильно ли поймут, правильно ли получится ли вот это все. Сегодня интернет, вот это все минутный всплеск, вот этот эмоций, а спокойно сесть, подумать, нужно, не нужно, как завтра, взвешено, подойти к этому. Люди единицы на сегодня спасены, поэтому, к сожалению, да, всем, кто к этому идет, к созиданию, всегда будет проблематично, тяжело, как бы так, но никогда руки не отпускайте, едьте сюда, смотрите на эти земли, приезжайте, там, не знаю, как раньше делали, и адыги, и абхазы приезжали, одного сына оставляли. Пытались как-то укрепить эту территорию, свои, вот так рядом становились, как бы так, наверное, думаю, если будем мы к этому стремиться, то, может быть, из малочисленного, то, что коренного народа, шапсукского, когда-нибудь на тысячу станет больше, на полторы тысячи, на 500 человек хотя бы, ну, какой-то должен быть этот прогресс. Володя, большое тебе спасибо за такую интересную передачу, скажем так. Упсо, побольше тебе клиентов, вам удачи в твоем деле, чтобы у тебя все получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!